В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Повышение пенсии. Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Ушла эпоха. Здание бывшей школы номер 13 демонтировали за выходные. О микрон в России Михаил Мишустин провел в заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Далее расскажем обо всем подробно. На совещании с членами правительства президент России обсудил индексацию пенсий. Владимир Путин отметил, что этот вопрос социального характера касается миллионов граждан России. Предлагаю, так как и говорил об этом на съезде «Единой России» летом прошлого года и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии на чуть даже выше инфляции. Сейчас она планируется, но не планируется, а сейчас смотрится как 8,4%. На 8,6% с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Я прошу правительства в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение. Путин подчеркнул, что принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Продолжается демонтаж старого здания школы номер 13. Рабочие уже перешли к сносу последнего этажа. Когда планируют закончить работы и что построят на месте старой школы, расскажем в следующем репортаже. Старое здание школы номер 13 начали сносить 4 января. По прогнозам руководителя, демонтаж здания должен закончить в течение двух недель. Сейчас рабочие снесли два этажа. На этом этапе осталось демонтировать еще один этаж и подвал. Во время работ на территории дежурят специальные люди, которые обеспечивают безопасность на объекте и не допускают туда посторонних людей. Меня порадовала вся работа, жалоб не было ни разу. Все только подходят и с благодарностью воспринимают эту работу. Наконец-то этот объект снесли, все долго ждали этого. За то время, пока здание стояло в заброшенном состоянии, с ним приключались различные истории. В школу и проникали со взломом, и вывозили металлолом, и совершали поджоги. Кульминацией стали два летних пожара в прошлом году, которые произошли практически друг за другом. После таких происшествий было решено демонтировать здание школы. Почему зимой? Потому что зимой меньше пыли, меньше неудобства жителям. То есть снег сейчас припорашивает всю эту пыль, которую поднимает строительная техника. В 2014 году компания «Саров Инвест» приобрела старое здание школы с аукциона за 34 миллиона рублей. Все деньги пошли в бюджет города. В планах было демонтировать здание и построить здесь жилой дом. Но разрешение на строительство компания пока так и не получила. «Саров Инвест» здесь выполняет свои обещания данные на администрацию и выполнил демонтаж этого здания, этого опасного объекта фактически. В дальнейшем планируется разработать инвестиционный проект для данной территории. То есть сейчас идет фаза подготовки документации. И с последующим было обсуждение в органах в соответствии с действующим законодательством, с действующими градостроительными нормативами. Строительный мусор, оставшийся после сноса здания, вывезут до конца января. Строительство жилого дома начнется после одобрения инвестиционного проекта и получения разрешения. 16 января в Саровском филиале МГУ пройдет День открытых дверей в онлайн-формате. Абитуриентам расскажут о направлениях подготовки магистратуры и аспирантуры, условиях проживания студентов, стипендиях и внеучебной деятельности. Трансляция начнется в 13.00. Ссылка на нее будет размещена на сайте openday.mcu.ru. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Крещенские купания пройдут на пруду Боровом с 22.00.18 января до 3.00.19 января. Будет подготовлен спуск купеля, освещение, а также оборудованы места для переодевания и обогрева. Запланировано дежурство бригад спасателей и скорой помощи. Купания организуют с учетом ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Обязательно соблюдение социальной дистанции в полтора метра и масочного режима. Нахождение в воде более одного человека, за исключением детей и родителей, не допускается. Зарегистрировать юрлицо или ИП стало проще. Как сообщили в ОФНС в Нижегородской области, теперь функции по представлению документов в налоговую службу возложены на нотариуса. Так, нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи заявителя на заявление о регистрации, обязан самостоятельно направить такое заявление и другие документы в регистрирующий орган в рамках одного нотариального действия. Новый штамм COVID-19 продолжает стремительно распространяться по всему миру. Возможные варианты развития ситуации с омикроном в России обсудили на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Подробности далее. Правительство готовится к возможному росту числа заболевших из-за распространения нового штамма омикрон. Во многих странах мира он уже привел к ковидному цунами. По словам Анны Поповой, в России омикрон выявили в 13 субъектах. Завозные случаи регистрируют из 25 стран. В лидерах – Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания и Турция. После новогодних праздников тысячи наших соотечественников возвращаются из-за рубежа. И ближайшие дни покажут, как будет развиваться ситуация. И то, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в пессимистичном варианте прогноз по возможному выявлению и растущему выявлению количества случаев, связанных с ковид-инфекцией, до шестизначных цифр на территории Российской Федерации при неблагоприятном развитии, как я уже сказала, и при несоблюдении тех требований, о которых мы говорим уже два года. Анна Попова отметила, что после инфицирования омикроном человек может заразить окружающих уже через сутки-двое. При этом симптомы заболевания проявляются лишь на третьи-пятые сутки. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, при любом ухудшении самочувствия необходимо обращаться за медицинской помощью и не подвергать риску родных и коллег. Также на совещании министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о том, как протекает новый штамм коронавируса у пациентов. Несмотря на ряд заявлений, что омикрон дает там где-то не столь тяжелое течение, как дельта, хочу проинформировать, что, к сожалению, все-таки это не так, потому что реанимационное отделение в ковид-госпиталях и вообще койки мы контактируем с нашими коллегами за рубежом, заполнены. И, конечно же, непривитые пациенты составляют большинство на госпитализации, особенно старшие возрастные группы. По словам Михаила Мурашко, в новой версии методических рекомендаций учли в том числе тестирование лекарственных препаратов, которые наиболее эффективно работают с омикроном. Премьер-министр, в свою очередь, призвал глав субъектов совместно с Минздравом организовать все необходимые мероприятия по подготовке к оказанию медицинской помощи в связи с распространением в мире нового штамма коронавируса. Зимой на лед выходят любители подводной рыбалки, а также все те, кто хочет максимально сократить путь через реку. Чем опасен выход на лед и как вести себя при несчастном случае, расскажем далее. Специальных мест для перехода рек и водоемов зимой в Сарове нет, и выход на лед запрещен. Об этом предупреждают информационные знаки, которые установили у водоемов. И каждый, кто выходит на лед, рискует жизнью и здоровьем. Поэтому прежде чем сокращать путь через реку, нужно быть уверенным в прочности льда. Все зависит от температуры, от толщины льда. Если человек специально хочет выйти на лед и узнать, можно ли, ну как рыбаки, допустим, да, прежде чем выйти на лед, наверное, каждый рыбак сначала узнает толщину льда, то есть пробурит лунку, посмотрит толщину. Скажем так, минимальная толщина льда для выхода на него должна составлять в пределах 10 сантиметров, то есть это безопасный выход на лед. Любители зимней рыбалки на льду также могут поджидать опасности, поэтому подготовиться стоит ответственно. Для рыбалки лучше выбирать открытые места с пологим берегом, чтобы было удобнее спускаться к водоему. Для подстраховки всегда нужно брать с собой и специальные средства спасения. А вот кататься на коньках на открытом льду еще опаснее, чем переходить через него. Существует такая опасность, как провалиться в лунку или лед где-то там нашел льдиный на льдину, то есть вероятность падения велика, получение травм, не только утонуть, скажем так, а даже получить травму. Такие случаи были, у нас тоже были. Если все-таки вы провалились под лед, то в первую очередь нужно сбросить с себя зимнюю одежду и постараться выбраться ползком, не вставая на ноги на безопасное расстояние. Если вы стали очевидцем несчастного случая, то действия должны быть следующими. Максимально подойти, сколько можно, допустим, в метрах в трех-четырех, хотя бы смотреть надо по ситуации, то есть также лечь на живот, ползком, ползком, подобраться на максимально близкое расстояние, ну, чтобы докинуть шарф или ремень. Лучше, конечно, если несколько, то есть вещей каких-то связать получится узлами и добросить до, скажем так, до пострадавшего, чтобы он зацепился и уже вытаскивать его на лед. О происшествии нужно сразу же сообщить по номеру 112. Сотрудники МЧС также обращают внимание любителей покататься на льду на транспортных средствах. Выезд на лед на автомобилях и снегоходах может повлечь за собой не только риски для жизни, но и административный штраф. Традиционный конкурс снежных фигур в этом году пройдет в очном формате. 22 и 23 января на лыжной базе состоится День снега. О том, что в этот раз для саровчан приготовили организаторы, расскажем далее. В этом году зима щедра на легкий мороз и снегопады, которые практически не прекращались в новогодние праздники. Самая пора играть в снежки, строить крепости или лепить снежные фигуры. Классическая форма – снеговик с носом морковкой и ведром на голове. Но порой саровчане проявляют фантазию и легко могут извоять из снега настоящее произведение искусства. Такая возможность им снова предоставится уже в следующие выходные. В прошлом году у нас тематика была космос, поэтому все фигуры были связаны с космосом, с галактикой, звезды, космонавты. А так как, я говорю, этот год у нас год олимпийский, поэтому все фигуры будут связаны с Олимпиадой. Это, возможно, и различные виды спорта, а также талисманы. Олимпиады – это панда и такой зайчик. Жемчужина празднования Дня снега на лыжной базе – конкурс снежных фигур. В этом году пандемии не удалось внести свои коррективы, и творческое соревнование пройдет на лыжной базе 22 января в 14 часов. На следующий день подведут итоги. Еще одним ярким событием воскресного праздника станут соревнования по брумболу. Это привычная всем игра в хоккей. Вот только вместо клюшек ребята возьмут в руки метелку. Эта необычная, почти шуточная снежная забава придется по душе как детям, так и взрослым. Также пройдут соревнования по лыжным гонкам, соревнования по футболу в валенках, хоккей с мячом и соревнования по брумболу. И кроме этого пройдут традиционные соревнования по сан-лесболу, это на спуске с горки и на самый длинный спуск с горы. Праздничная программа мероприятий на лыжной базе начнется 23 января в 10 утра. Организаторы приглашают всех желающих провести снежные выходные. Темный и светлый, чистый и с натуральными добавками, на любой вкус и от всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 14 по 17 января там пройдет медовая феерия. Сезон простуд в разгаре. Укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма поможет мед. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные и вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Есть мед можно ежедневно в небольших количествах. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще советский ГОСТ. Температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мед, акации, гипоаллергенин. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный мед улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Хвойный и каштановый помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дониковый мед благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на медовой феерии вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мед. Здесь представлены достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А мед диких пчел содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в сот. И уже в сот она кормит детку свою. И в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек. Натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите. Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 14 по 17 января с 10 до 17.00. Нет возможности прийти, доставим. Телефон плюс семь девятьсот двадцать семь, ноль шестьдесят четыре, тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!